Здравствуйте! Мы очень давно с вами не встречались, и у меня сегодня особенный день, потому что нас пригласили в гости. Обычно мы напрашиваемся, чтобы посмотреть, показать, а тут нас пригласили в гости. Вот это вдвойне приятно. Я вам хочу рассказать о здании, которое мы строим крайне редко. Это СПО-комплекс, и построенный не по тем технологиям, которые мы делали обычно. Он сделан по технологии фахверк. Но такой специфический фахверк, я вам потом внутри расскажу, в чем прикол. Расскажу историю создания этого объекта. Ну, заказчик хотел построить из дерева современный дом, он его и построил. Им нужно было построить в таком же стиле бассейн. Но бассейн с плоской крышей не работает. И тогда замечательные архитекторы компании, которую я укажу чуть ниже, придумали идею этого дома. Мы ее подхватили и дальше ее реализовали. Идея расположения бассейна была именно в том, что бассейн посередине. И можно разделить на две компании, которые отдыхают. Это компания, которая находится на одной стороне бассейна, и та, которая парится в бане. Здесь есть баня, хамам. Мы его тоже покажем. Очень интересное решение. И сам бассейн. Заходите. Слушайте, бассейн, в нем должна быть кухня. Вот здесь сделана небольшая кухня, которую, в принципе, здесь же не едят, здесь не собирают какую-то большую толпу людей. Но чтобы семья могла собраться и хотя бы там разогреть что-то, и приготовить какой-то небольшой обед или ужин. Вот это все есть здесь. Вот как раз идея та, о которой я говорил. Вот здесь собирается компания, которая просто плавает. Там собирается компания, которая еще и парится в бане. Вот зал. Задача была сделать его не только деревянным, но еще немножко внести и другие виды отделки. Как здесь, например, керамогранит. Видите? Декором занималась замечательная девушка, с которой мы постоянно контактируем. Это Полева Анна. Ссылочки на нее я тоже дам. Вот сразу смотрю какие-то вещи, которые нужно сделать. Видите, вот не прибито. Вот это надо будет подстягивать. Мы обязательно приедем и здесь немножко кое-что поправим. Я заодно не только показываю, что мы построили, но еще и смотрю, что нужно сделать через этот год эксплуатации этого замечательного дома. Вот применили такие перегородки. Ну, честно скажу, вещь не дешевая, но очень красивая. Ну что, входим. Вау! Немножко о конструкции. Это столбы. Это каркас, который мы с одной стороны сделали глухим, а с этой сделали стеклянным. Но самое главное, что в отличие от всего остального, что здесь нет стягивающих металлических элементов. Нужно было сделать так, чтобы все это совпало. А когда мы стали собирать, где-то его ведет немножко, где-то там геометрию меняет. И было сложно собрать. Ну, собрали. Мы гордимся тем, что здесь нет ничего, как обычно делают. Это некий элемент металлический, который компенсирует расстояние. Его стягивают. Здесь все собрано только на деревянных конструкциях, только на деревянных соединениях. Круто. Кстати, вот посмотрите внимание на эти вот фонарики. Вообще, это воздуховоды. Это вытяжка. Приток идет через конвектора. Там снизу подается воздух. Вытяжка через вот эти вот элементы. Раньше стояли там просто решетки. Но это очень некрасиво. Мы взяли, придумали такие фонарики. Она и стала уже не только предметом техническим, но и предметом декора. Здесь экран висит. Купайтесь в бассейне, смотрите кино. Вот честно сказать, вот завидую. Мне жена не разрешила. Ну, это я реализую себя на других объектах. Бассейн, ну, как обычно, он разноуровневый. Здесь, если память не изменяет, 10 метров там на 3,5. Этого более чем достаточно. Он переливной. То есть у него зеркало воды находится на уровне с уровнем пола. Но все-таки металлические перегородки вот эти дали, алюминиевые, дали такой приятный эффект. Они раздвигаются. Здесь можно вот так раздвинуть. Вот это зона для отдыха. Кстати, по отделке стен. Мы долго думали, как отделать стены. И дизайнерам было предложено решение зашить таким тонким керамогранитом. Почему применяли те или иные материалы? Ну, во-первых, здесь каркасная конструкция. Из ЦСП сделано основание. И тяжелый материал на ЦСП закрепить невозможно. Поэтому применяли он достаточно легкий по своему объему материал. И, кстати, вот эти вот светильники. Мы также взяли этот керамогранит тонкий. Его видно. Его толщина вот с торца, если внимательно снимете. Это просто кусок фанеры, облицованный этим керамогранитом. И там он видно и идет воздуховод. Если поближе снимете, увидите. Мне кажется, это идеальное решение. Все-таки здесь не влажно, потому что бассейн, чтобы он был бассейном, нужно делать правильную систему вентиляции. Иначе вы не сможете в нем отдыхать. В нем должно быть свежий воздух. Температура, да, сейчас где-то 30 градусов, чтобы испарения не происходили. То есть вода 30, воздух 30. Но воздух здесь меняется так часто, и нет духоты, нет запаха воды. Влажность здесь невысокая. И, кстати, обратите внимание, здесь не применяется увлажнитель. Если наоборот. Если сейчас замерить влажность внутри помещения, ну, градусов, наверное, 45-50. Поэтому применение вот этого материала, мне кажется, было идеально. А, да, кстати, это очень важно. Люстр нет, видите? Потому что все пытаются свет сделать в бассейне яркий. Ну, как будто они читать будут, когда будут плавать. Но когда вечером, здесь несколько сценариев. Есть балки, это такой самый легкий свет, который по балкам. Он в ночи показывает конфигурацию, такую брутальность балок. Есть еще легче свет, это тот, который идет по вот этим конструкциям вентиляционным. И сама вода. И когда вечерком включается какая-то лаунж-музыка и легкий свет, еще никто не захотел повесить себе вот такую люстру, вот с таким светом, чтобы здесь было загорать под ней можно было. Мне кажется, что эта легкость освещения, она подчеркивает архитектуру и конструкцию этих зданий. Ну что, баня. Здесь два типа банных процедур. Это сауна, ну, скорее, дровяная баня, русская баня, и хамам. Вот этот специальный камень, он держит температуру очень долго, в нем облицованы все стены. Это талькохлорид. Бывает только у нас, в Карелии и в Финляндии. Очень такой вулканический камень, который затопить, будет сутки держать температуру. А вот, чтобы был запах, видите, такой панно сделано из, по-моему, это липа, да, из липа. Свет сделан, это соль гималайская, она испаряется и создает такой приятный микроклимат. Ну и заодно, как фонарик работает. О! У меня нет слов. Просто хорошо. Знаете, такое ощущение, когда ты приходишь, когда же все готово, потому что мы уезжаем, все равно кто-то еще мебель не принес. Ну, еще дом неживой, то есть только нужно вдохнуть в него жизнь. И когда он уже готов, когда живут люди, и главное, что когда они радуются тому, что ты сделал. Вот ради этого стоит и работать, и жить. Потому что тогда наступает счастье. Счастье, когда твои мысли, твои мечты реализуются. Так, я сейчас буду отвечать на вопросы, которые нам задают в интернете. Ну, по поводу владельцев бассейна. Стоит строить, не стоит строить. Какое оборудование. Что делать. Только маленькие технические ответы на вопросы. Ну, первое, температура. Давайте будем накрывать бассейн. Нужна ли такая какая-нибудь скатерть там. Ну, это, кстати, очень неудобно. Если делать правильно, если делать температуру воды 30, и когда вы выходите, чтобы температура была как минимум 30, ну, надо делать чуть-чуть повыше, чтобы вам не было холодно. Наша рекомендация такая. 30 вода, 30-32 воздух. Тогда все будет хорошо. Что касаемо вентиляции. Не жалеете денег на вентиляцию. Иначе вы построите огромный дорогой бассейн, в котором будет невозможно находиться, вода будет течь по окнам. Вы обратили внимание? А сушки нет. Это говорит о том, что сбалансирована система. Какая здесь применяла система вентиляции, вот у меня там нас по ссылочке будет. Ну, размером только покажу, как жигули. Такая штуковина. Теперь, что касаемо очистки. Чем чистится? Слухов о том, что чистится только кислородом и больше ничем, это все ерунда. Хлор все равно применяется, PH составляющая применяется, но основная потом очистка происходит при помощи современных систем. Чем чистится? Честно ответим, вон там. Во-первых, конечно, было интересно строить это здание. Во-первых, оно первое. То есть мы раньше каркасное сооружение не строили. Из бруса все просто. А здесь это было новое для нас. И нужно было сделать так, чтобы весь силовой каркас был в интерьере. Эти балки, вот это столбы, это не имитация. Это то, на чем держится вся эта конструкция. Фермы, в чем-таки специализированные фермы. Расчет происходил определенным образом. Ну, как получилось вам решать. Ну, мне кажется, получилось неплохо. Мы взяли деревянную конструкцию и поженили с современным отделочным материалом. Да я вообще могу вам сказать, что этот бассейн только снаружи деревянный. Это блокхаус, который вы облицовывают. А так это, мне кажется, такое современное деревянное здание. Деревянная конструкция, я бы так больше сказал. Ребят, на этот вопрос вы можете ответить только сами себе. Есть у вас на это возможность или нет? Но если у вас есть бассейн, вы им будете пользоваться всегда. Потому что, а, есть недостаток. Стали приезжать много гостей. Не знаю, достоинства это недостаток. Ну, можно всегда отключить воду, сказать, бассейн там испортился. Но, слушайте, мы и так живем все в замкнутом пространстве. Но пускай приезжают люди, пускай радуются за нас. Тем более, в этой семье есть дети. С какой радостью там прыгают? Вот они только собаку здесь бегают. Вот собаку туда не пускают. Вот тоже есть недостаток. А так, в целом, когда у вас есть такая жемчужина в доме, все эти санкции, которые сейчас нам объявили, нас абсолютно не волнуют. Вот Мальдивы. Вот вам вилла. Хозяин снял своей семье пожизненную виллу с бассейном. Сэкономил огромное количество денег. Посчитайте. Так что, я вам скажу одно. Что, если хотите, и есть на это возможность. Конечно, тут много народу сейчас скажут мне всякие неприятные вещи. Но мы один раз живем. И надо этому радоваться. Все, Катя, не жарко. Плинтус. Крутой плинтус. Да, мы мне сказали про плинтус. Идемте, покажу плинтус. Была целая проблема с плинтусом. Вот здесь вот. Вот как закрыть? Как сделать? Ну, не скрой. Я придумал. Закрыть его таким... Такой конструкцией. И вставить туда свет. И не знаю, нужно это рассказывать или не нужно. Достаточно просто... Легче было придумать, чем выполнить это. А вообще все, придумать легче, чем выполнить. Порой такого понадумаешь, а как выполнить, не знаешь. Но сделали. Мне кажется, все нормально сделали. Редактор субтитров А.Семкин.